Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Чучело по-самарски? Полицейские изучают видео жестокой драки школьниц. Терминатор грядет. В Самаре создадут кожу для космического робота. Ночная прогулка с мэром. Глава города проверил качество ремонта дорог. Добрались до самых доокраин. Стартовала реконструкция заводского шоссе. Ледяной прием для нерадивых ресурсников. Городские депутаты Самары предлагают всем, кто не готов к отопительному сезону, уйти с рынка. Начинаем выпуск с шокирующих кадров. По факту публикации в сети видео жестокой драки между школьницами проводится проверка. Ролик под названием «Дикий махач» разместили в одном из федеральных пабликов о происшествиях. Как утверждает автор, драка произошла в Самаре. Участвовали не две девочки, 13 и 16 лет. Наблюдают за их борьбой еще примерно 20 подростков. Вместо того, чтобы разнять девочек, они еще больше подзадоривают участниц драки. При этом подростки используют ненормативную лексику. В настоящее время сотрудники полиции выясняют, где произошла драка, а также кто в ней участвовал. По факту публикации в сети интернет-видеоролика в настоящее время назначено проведение проверки. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают место инцидента личности его участников. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение в рамках действующего законодательства. Телекомпания «Самарагис» будет следить за развитием темы. Скандальное и долгоиграющее дело о хищении 106 миллионов рублей у Роснефти отправлено на апелляционный пересмотр. Пострадавшая сторона требует дополнительно взыскать с братьев-близнецов Зуевых и экс-директора молодежного театра «Лайт» Михаила Ушакова 75 миллионов рублей. Приговор по этому запутанному делу был вынесен еще осенью 2015 года. Андрея и Алексея Зуевых приговорили к пяти годам лишения свободы каждого. Михаила Ушакова к четырем с половиной. По версии следствия, осужденные похитили более 100 миллионов рублей, принадлежащих Роснефти. Средства поступили на счет театра «Лайт» после заключения фиктивного договора о рекламных услугах. Нового апелляционного рассмотрения дела требует областная прокуратура. Если суд примет версию потерпевшей стороны, шоумена придется компенсировать потери нефтяной компании куда в большем объеме, чем предполагал изначальный приговор. Будущее уже рядом. Кожу для космического робота создают в Самарском университете. Машина выглядит как рука-манипулятор и в перспективе замене человека на орбите. Но для того, чтобы ремонтировать оборудование МКС, робот, как бы это парадоксально не звучало, должен чувствовать, что он делает. Для этого и нужна искусственная кожа, начиненная датчиками. Когда же первый такой робот с умной кожей полетит к МКС, выясняла Валерия Макарова. Это только один палец будущей космической руки-манипулятора. На его создание ушло полгода. Ученые научили его чувствовать, когда к нему прикасаются и даже различать, с какой силой. Все благодаря так называемым волоконно-оптическим датчикам. Они расположены внутри пальца по всей его длине. Соответственно, у него есть чувствительные зоны. Они находятся в районе каждого сустава. Ну и, соответственно, на подушечках пальцев. Можно продемонстрировать принцип работы. Вот, сгибаем палец в суставе и видим изменение сигнала. Такой чувствительной искусственной кожи интересуются чаще всего в медицине. Например, для создания протезов. Однако самарские ученые уверены, технология незаменима для космоса. С помощью руки робота можно ремонтировать космический корабль, не выходя в открытый космос. Над такой системой и трудятся в этой лаборатории. Человек должен чувствовать то усилие, с которым робот захватывает детали и что-то с ней делает. Вот когда человек, уже одетый в соответствующий экзоскелет для управления роботом, будет получать обратную связь, он практически сливается с роботом. И он уже начинает, так сказать, адекватно и хорошо выполнять поставленную задачу. Вся рука будет готова не раньше, чем через два года. Работа очень кропотливая, говорят ученые. Этот прототип напечатан на 3D-принтере. Оригинальная же рука будет сделана, конечно, из металла, чтобы смогла выдержать суровые условия открытого космоса. А первый робот с самарской умной кожей должен полететь на МКС уже в 2020 году. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Полтора миллиона квадратных метров за 2 миллиарда рублей. В Самаре подводят итоги дорожной кампании 2016 года. Этой ночью глава города Олег Фурсов проверил, как идет ремонт дорог в промышленном и Ленинском районах Самары. Итоги проверки в репортаже Ларисы Шалафаст. На улице Ленинская ремонтные работы на финишной прямой. Из 32 тысяч квадратных метров дорожного полотна осталось уложить 4 тысячи. На ремонт у подрядчиков ушло чуть больше недели. За качество покрытия ручаются. Асфальт – это Б1. Если для специалистов что-то говорит это. Ну, то есть, нагрузки он выдерживает городские. Гарантию мы даем, можно ездить и не переживать. Следующая точка – в промышленном районе. Здесь идут работы на участке от улицы Солнечная до Новосадовой. Сейчас здесь укладывают верхний слой асфальта толщиной 6 сантиметров. Завершить ремонт должны до конца недели. Но подрядчик попросил продлить срок еще на 7 дней. Какая неделя, о чем вы говорите? Надо заканчивать быстрее. Уже температурные режимы какие-то. Мы стараемся быстрее. Переход на минус идет. Вы что? Какая неделя? Значит, днем надо организовывать. В субботу вы днем не работали, работали в ночь. Значит, надо выходить с ГАИ договариваться. Теперь отремонтированные участки проходят трехступенчатую систему проверки. В ней участвуют специалисты муниципального бюджетного учреждения дорожного хозяйства и представители дорожно-строительной компании. Также активное участие принимают общественники. Вообще замечаний много было по качеству работы? Ну, было вот одно замечание. Там уровень, да, сливной, дождевая вода собирается и не уходит в сливную яму. Но вот первый зам главы промышленного района сказал, что на следующий год там чуть поднимут и будет все в норме. Всего в этом году на ремонт уличной дорожной сети Самары направили более двух миллиардов рублей, включая 400 миллионов поступивших из федерального бюджета от сборов по системе Платон. Это система взымания платы с грузовых машин. На эту сумму провели работы на площади полтора миллиона квадратных метров. Всего в плане на этот год 92 объекта. Это улицы и дороги. Кроме этого ремонтируются 72 внутриквартальные дороги. Губернатор в послании депутатам губернской думы год назад говорил о том, что Самара должна отвечать темпам развития области, темпам подготовки к чемпионату мира 2018 года. У меня складывается впечатление, что, наверное, мы подошли к решению этой задачи. На следующий год, повторюсь, мы заявили 5 миллиардов рублей. В рамках визита министра транспорта Соколова Максима Юрьевича нам обещан 1 миллиард. Я полагаю, что существующие мощности, настрой горожан, настрой власти позволят нам эти задачи также реализовать. И к 2018 году город у нас продолжит преображаться. Сейчас практически завершен комплекс на ремонт и объектов, где работы начались в 2015 году. Это улицы Ульяновская, Земица, Венцика, Мариса Тереза, Антона Вовсеенко, Маяковского, Лесная, Красноглинское шоссе. Завершаются работы на улицах Льва Толстого, Авроры, Степана Разина и Некрасовская. В этом году Самарская область на ремонт дорог получила беспрецедентную сумму 10 миллиардов рублей. В течение ближайших двух лет регион может получить еще 3 миллиарда в рамках федеральных программ. На окраине Самары на заводском шоссе тоже вот-вот стартует реконструкция. Улицу расширит, сделают 4 полосы движения по 3,5 метра каждая. Установят освещение, оборудуют тротуары, газоны и остановки. О том, когда же заводское шоссе полностью преобразится, знает Алина Чемерис. Заводское шоссе связывает промышленный центр Самары со въездами в город. Улицы больше полувека и за все время здесь ни разу не было серьезного ремонта. Теперь требуется реконструкция. Она стартует уже в этом году. Сначала будут приводить в порядок первую очередь протяженностью чуть более полутора километров. От Авроры до 22-го портсъезда. Согласно проекту, здесь соорудят ливневую канализацию, установят бордюр, посадят газон, оборудуют уличное освещение и пешеходную зону. Прямо под дорогой и вдоль нее проходят инженерные коммуникации. Их переместят подальше от проезжей части. Их вынос будет осуществляться по возможности по газонам будущим этой дороги. В случае, где укладка труб невозможна, так как газон будет отсутствовать из-за близкого примыкания заборов существующих промышленных предприятий, эти инженерные коммуникации будут переноситься под тротуары, чтобы впоследствии при возникновении каких-то аварийных ситуаций не вскрывалось и не портилось дорожное полотно. На реконструкцию первой очереди заводского шоссе из городского и областного бюджетов выделят почти 200 миллионов рублей. По этой дороге ездит в основном грузовой транспорт, поэтому делать ее будут так, чтобы асфальт выдержал многотонные машины. На каждом этапе тщательный контроль. Первое – это лабораторный контроль. Осуществлять именно проверку качества песчаной смеси, качества того щебня, который будет использоваться. Вторая форма контроля, которая будет осуществляться на данном проекте, непосредственно нашими сотрудниками. Будем проверять, насколько качественно и в соответствии с проектом будут выполняться такие работы, как определение необходимого угла уклона самого дорожного покрытия. Это высота дождеприемников от уровня асфальтового покрытия. Новое покрытие прослужит минимум 10 лет. Периодически обновлять нужно будет лишь верхний слой. После реконструкции увеличится пропускная способность улицы. Гарантия на обновленное заводское шоссе составит 5 лет. Привести в порядок этот участок от улицы Аврора до 22-го партсъезда планируют уже в следующем году. Завершить полную реконструкцию заводского шоссе рассчитывают к чемпионату мира. Улица станет в два раза шире. В каждую сторону будет по две полосы движения. Также в дальнейшем здесь планируют запустить общественный транспорт, который поможет добираться до работы тысячам людей. Алина Чемберис, Константин Головин. События. Сегодня, 13 октября, исполняется ровно год, как Олег Фурсов был избран депутатами Гордумы, главой Самары. Наш корреспондент узнал у горожан, какие изменения они заметили за этот год. Город стал чище, благоустроеннее, красивее, безусловно. Зеленее, наверное. Старозагор действительно изменился, в общем. Сделали дороги, ну, где людям гулять, где с детьми там можно гулять в парк. Не говоря про центр, там Новосадово и прочее, юных пионеров, какой сквер сделали, смотрите. Я не говорю, там Маломосковская, это сквер. Если дальше это продолжится, это будет просто, мы будем все самарцы рады, если будет дальше так, в таком же духе. То переживем все эти стройки, и город будет лучше. Такого масштабного строительства, конечно, не было много лет. Многие ворчат на это строительство и прочее. Меня оно радует, потому что город становится, конечно, лучше. Большое движение, много сделано хорошего. И дорожки, и озеленение. И вот я езжу по Новосадово, конечно, красота неописуемая. Везде хочу, чтобы в Самаре было, везде такая красота. И в курсовую желаю успехов. И о кадровых перестановках в Самарской мэрии. Новый департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг в Самаре возглавил Александр Андреянов. Соответствующий приказ подписал глава города Олег Фурсов. Созданное ведомство соединяет все направления, за которые раньше отвечали три разных подразделения. Решение об этом было принято еще в июле. Напомню, за последний год структура мэрии претерпела серьезные изменения. В частности, были объединены департаменты, которые курировали вопросы ЖКХ и благоустройства. Трудоустройство, социальная поддержка, культурные и спортивные мероприятия. Лидеры студенческой молодежи Самары встретились, чтобы обсудить волнующие их вопросы и основные направления, по которым будет развиваться молодежная политика. Конструктивными предложениями займется рабочая группа. Инициативы резюмируют и передадут главе Самары. Олег Фурсов не раз подчеркивал важность диалога с молодежью. Павел Баймаков продолжит. Сейчас молодежная политика соответствует всем региональным и федеральным требованиям. Но есть и желание ее совершенствовать. Глава города Олег Фурсов не случайно назвал эту задачу перезагрузкой. Городские власти чутко реагируют на настроение молодого поколения. Все инициативы и пожелания обязательно будут рассмотрены главой города. Администрация городского округа и непосредственно главы городского округа Самара Олега Борисовича Фурсова уже к молодежи с предложением дать самой молодежи предложение власти, как изменить молодежную политику и как решить проблемы так, как их видит молодежь. Это уже яркий пример того, что власть хочет слышать молодежь. И власть хочет делать все, чтобы молодежи жилось на территории городского округа Самара в Самарской области намного комфортнее. К решению одной из проблем уже приступили. Она касается дополнительных мер соцподдержки, в частности по оплате проезда в общественном транспорте. Рассматривались несколько вариантов, как это может дальше меняться. Это адресная поддержка конкретных студентов, которые наиболее нуждаются. Студенческие лидеры предлагают разработать лимитированные карты меньшего номинала, деньги на которые можно будет положить два раза в месяц. Интересен и столичный опыт. Он коснется студентов, которые вынуждены ездить на учебу с пересадками. Оплачивается первая поездка, а за последующую, совершенную в течение часа, плата не списывается. Все инициативы внесены в протокол встречи и будут обсуждаться на уровне городской администрации. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Далее новости финансового рынка. Эксобирала наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Далее новости финансового рынка. В банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 64 рубля 66 копеек, дороже всего продать за 61 рубль 54 копейки. Объем ипотечного кредитования в стране за 9 месяцев этого года вырос на 40%. Самарская область вошла в тройку регионов лидеров по стоимости арендного жилья. За последние три месяца цена на квартиры в Самаре выросла на 5%. За однушку в среднем придется отдать от 12 до 15 тысяч рублей в месяц. В лидерах Москва. Там снять квартиру можно за 32 тысячи рублей. Аэропорт Курумыч вернулся к круглосуточному графику полетов после завершения ремонта на взлетно-посадочной полосе. На этом все. Удачи в делах. Марина Кравцова узнала, сколько домов отремонтирует к 2018 году. Отопительный сезон в этом году стартовал раньше обычного, уже 26 сентября. И почти все из более чем 10 тысяч самарских домов подключены к теплу. Если же батареи в квартире не греют, ответственность на управляющих компаниях. На них и большинство жалоб по телефонам горячих линий, которые работают во всех районах и в департаменте городского хозяйства и экологии. Депутаты городской думы считают, чтобы быстрее решить вопросы жителей, именно районы на местах должны работать активнее. Удалось решить вопрос двумя проблемными котельными. Компании, которые их обслуживают, задолжали поставщикам газа крупные суммы. Пришлось подключиться городским властям. Тепло пришло в дом на улице Смышляевской. Заработала и котельная, снабжающая несколько домов в Октябрьском районе. Планированный срок заключения договора сессии сегодня вторая половина дня. И, соответственно, розжиг котельных завтрашний день. Также администрация города Самара и департаментом, в частности, были направлены обращения в УВД, в прокуратуру, в следственный комитет по сложившейся ситуации. Мы, конечно, отметили тот замечательный шаг, что отопление в дома горожан было подано заблаговременно. Те ситуации, которые сегодня озвучивали с тем, что тепла нет в некоторых домах, вот здесь, я считаю, все-таки нужно большую твердость проявить. Еще одна важная тема – ремонт фасадов домов. На туристическом маршруте привести в порядок нужно более 500 зданий. В этом году по государственной и региональной программам планируют отремонтировать 110 многоквартирных домов. Сумма вложений – почти 440 миллионов рублей. Также реставарируют пять объектов культурного наследия. Многие дома уже обрели новый облик. Программа реализуется с 2014 года, и работа в этом направлении 2014 года велась. Если посмотреть на данный момент, то по многоквартирным домам полностью сняты вопросы по улице Куйбышева, по площади Куйбышева. Но есть и проблема. На только что покрашенных стенах некоторых домов появляются граффити, и здание теряет лоск. Мы говорили, усилить патруль со стороны полиции, усилить патруль со стороны ДНД. Конечно, это вопрос очень-очень серьезный, но здесь мы с вами должны работать с населением. Депутаты уверены, нельзя ограничиваться только туристическими маршрутами и основными улицами. Ремонтировать фасады нужно по всему городу. Привлекательными должны быть и дворы Самары. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Подарок юбилея. Самарский водопровод к своему 130-летию заложил аллею славы. По сути, это аналог Голливудской аллеи звезд, только герои ее не работники фабрики грез, а те, кому самарцы обязаны чистой питьевой водой. Андрей Горгуленко расскажет о том, чьи имена увековечили первыми. Аллея славы не хуже Голливудской. У самарских коммунальных систем теперь есть свои звезды. Первыми увековечили тех, кто в прямом смысле стоял у истоков самарского водопровода. Я считаю, что нужно помнить наши корни, и поэтому нужно помнить тех людей, благодаря которым появилась вообще вода в городе. Ну и людям, наверное, тоже важно знать и тех людей, которые создавали систему водоснабжения, водоотведения. Пока на аллее звезд только четыре фамилии. Самарский глава Петр Алабин, знаменитый предприниматель Альфред Фонвакана, проектировщик Николай Зимин и Вильям Линдлэй, человек, который сконструировал самарскую канализацию. С каждым годом на аллее будут появляться новые звезды, чтобы увековечить тех людей, что внесли большой вклад в развитие отрасли, которая уже 130 лет исправно снабжает самарцев качественной водой. Действительно хочется пожелать всем и ветеранам большого здоровья, которые работали на этом предприятии, ну и коллективу, который сейчас работает, чтобы они продолжали тяжелый труд, в общем-то. Также аллея украсила скульптура русалочки. Подаренная компанией СКС самарскими скульпторами Ольгой Прокофьевой и Ириной Кит. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Обилимпикс. Олимпиада возможностей. Движение это зародившееся в Японии в конце 20 века. Актуально сейчас инвалиды отстаивают свое право быть полноправными членами общества. Теперь и самарцы могут показать свои способности и поучаствовать в чемпионате профессионального мастерства. О региональном этапе расскажет наш корреспондент. Арина Кисурина неторопливо выполняет конкурсное задание. Направление издательское дело выбрала не случайно. С целями на жизнь уже определилась. Даже если не получится журналистика, я пойду дальше по своей же профессии и буду работать. Это очень интересно. Мне это очень нравится. Оформление постпечатной продукции – основная конкурсная задача. Среди критериев аккуратность и скорость работы. Другие направления – ландшафтный дизайн, сетевой программирование, ресторанный сервис, малярное дело. Воспитывая ребенка, мы всегда надеемся, что он получит профессию, что он сможет реализоваться. И вот этот отборочный тур чемпионата – это возможность показать знания, показать навыки, которые они обрели в стенах образовательных учреждений. Чтобы люди поверили в свои способности, в свои возможности, возможность развиваться, возможность вступать в нормальную взрослую производственную жизнь и не быть человеком лишним, непричастным и ненужным. Соревнования в 63-м регионе проходят на пяти площадках – в Самаре, Тольятти, Кенель, Черкасах. Победители регионального этапа поедут в Москву представлять Самарскую область на чемпионате России с 10 по 13 ноября. Андрей Горгулинко, Василий Колдашов. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Хоккеисты ЦСКА ВВС неудачно провели домашнюю серию игр, хотя перед этим туром занимали первое место в чемпионате страны высшей лиги. Соперник «Саратовский кристалл» предпоследнее, поэтому клуб буквально накануне поменял главного тренера. Им стал Дмитрий Осипов. Интересный факт. Осипов за ЦСКА ВВС сыграл 11 сезонов и более 400 матчей. Но это не помешало бывшему летчику дважды победить свою бывшую команду. В первом матче в овертайме 2-1, во втором 2-0. Игры были тяжелыми. Ребята здорово установку выполнили. Бились до конца. Первый матч военные летчики начали проигрывать уже на второй минуте. Гол ворота лучшего голкипера сентября Егора Оселедица забил саратовец Роман Осин. А победную шайбу уже в овертайме оформил Суботин. У него на это ушло 3 минуты. Вторая игра получилась тоже по-футбольному результативной. Болельщики увидели всего лишь два гола. В исполнении опять же саратовского кристалла. Во втором и в третьем периодах. Победную шайбу за одну минуту до конца встречи оформил Илья Балаболкин. То мастерство, которое складывается в реализации моментов, оно, конечно, очень трудно воспитывается. И этого как раз и не хватает. В принципе, момент создали очень много. Сегодня только за второй период 17 бросков. Но это броски, которые только для статистики. ЦСКА ВВС в двух домашних играх установил антирекорд по голам. Всего лишь одна забитая шайба. Она на счету Артема Васюкова. Пропустили голы необязательные. И, как говорится, не хочу обидеть команду соперника. Но если ты первый таким командам не забиваешь, ты начинаешь с ними как бы мучиться весь матч. Вот, в принципе, так у нас и получилось. Шайба не залетает просто. После домашней серии матчей ЦСКА ВВС спикировал с первого места чемпионата страны высшей лиги сразу на шестое. Из десяти возможных. Лидерами вместо Самарского клуба стали Саранская Мордовия и Ростов. У команд по 19 очков. Самар отстает на 3. Очередной соперник Челны с Татарстана. Матчи состоятся на следующей неделе в Ледовом дворце спорта. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин